всем привет продолжаем путешествовать по миру о чем рассказать немного о церкви адольфа фредерика находится она в стокгольме ветеранская церковь и так проект церкви адольфа фредерика был разработан архитектором карлом фредерико адель кранц первый камень в основании храма заложили в 1668 году изложил его король адольф фредерик который стал покровителем этой церкви церковь вызвана вокруг часовни которая оставалась на своем месте продолжала использоваться по назначению во время строительства нового храма немножко адольфа фредерики родился в семье герцог гальштейн гаторпского крестьяна августа и альбертины фредерики падан дурлахской адольф фредерик приходился родным дядя екатерине второй кстати будучи братом и матери иоганна елизавета по характеру адольф фредерик был мягкий доброжелательный женат был на луизе улики русской с 1746 года 23 июня 1743 года под нажимом россии кстати по условиям обозглему мира был объявлен наследником бездетного фредерика первого и 25 марта 1751 года адольф фредерик зашел на шведский трон а обузский мир это договор между россией и швецией по завершении русско-шведской войны 1741 1743 годов формальная о мире переговоры начались в 1743 году в городе аба это финское название турка ну поэтому ты обузский мир после того как русские войска захватили всю финляндию вплоть до улеоборга на переговорах был александр иванович румянцев полный генерал инженер люберас шведскую сторону подставлял барон серде крейтс так вот по обозглему мирному договору было было четыре основных пункта это скорейшем избрание объявления шведским государственными чинами принца альфреда фредерика наследниками шведского престола второе скорейшем заключение формального мирного договора о возврате россии и швеции большей части финляндии с удержание за собой куменгорского лена и крепости ней шло и об отказе герцогольштейн готов с кого петра удриха от требований которые его герцога выдвигала по отношению к швеции тоже ремарочка ну так вот возвращаясь к альфреду так вот альфред правил правил 20 лет 1771 году умер адульфа эдерий 1771 году в стокгольме от удара случившегося после чересчур сытого обеда внимание из омаров икры кислой капусты копченой сельди кабачкового супа пшеничных булочек с начинкой теплого молока и шампанского ну вот видимо переел и умер от удара но видимо поила души конечно напоследок амергер адольф людвиг гамильтон своих заметках от швеции писал что для смерти не понадобилось иных поводов кроме того чтобы покойный король сам за столом перенапряг свой слабый желудок сия кончина подобала не государю но деревенского папу как сказал граф аукшин шерл ну надо сказать что в общем как человек альфредрик был действительно хороший он пользовался любовью подданных его смерть вызвала всеобщее сожаление вот такая судьба у человека надо отметить что на кладбище альфредрик похоронено еще много знаменитых людей швеции вот примером так просто выборочно элиас мартин шведский художник лиден бэнгт шведская поэтесса яльмар брантинг директор центрального института гимнастики ульфа пальмы шведских государственных деятелей шведский премьер-министр который был убит 25 февраля 1986 года свэн андрес хейдинг шведский исследователь автор и член шведской академии наук андрес де валь руководитель драматического театра тор одерт вольте моден шведский актер комик арене декарт известный французский философ математик священник и адвокат кстати надо отметить что главный алтарь посвящен на воскресенье христа изготовил йохан тобиас сергель знаменитый скульптор и о нем как-то рассказывал он он же выполнил на гробе декарта на местном кладбище а про декарта или в париж на гробе осталось вот такие вот дела ну все всем пока все привет чтобы кто-то вот посмотрел рассказал о церкви адольфа фредерико которая находится в стокольме все всем пока всем привет до свидания всего хорошего до встречи и и Субтитры создавал DimaTorzok